При любом расстройстве кишечника всегда будут показаны при любых условиях и без противопоказаний сорбенты и обильное теплое питье. Сорбенты, помимо всего прочего, что они выводят продукты интоксикации, сорбируя на своей поверхности, они еще и формируют, уплотняют сами колына. Они показаны, вот эти сорбенты, и деткам, и взрослым. Если это прям довольно-таки частые походы в туалет, то доза в первый день будет намного больше и в течение суток, двое суток доза сводится к минимуму. Мне нравятся только из сорбентов смекта и атаксил. За неимением вообще ничего под рукой, то и активированный уголь тоже выполняют все эти функции. Атаксил сейчас выпускают, он уже и в банках удобно его дозировать, или столовая ложка, или деткам, там, чайная разводится в воде. Если идет понос и температуры, то абсолютно сильно не навредит, но можно добавлять к сорбентам и, естественно, чтобы был промежуток приема, чтобы сорбент на себя не натянул. Ну, лекарственные вещества. И препараты, вот, с названием нефороксозид. Они бывают и в сиропах, и в таблетках. Главное, чтобы была достаточная дозировка, тогда будет и эффективность. Если уже совсем нужно вот срочно остановить, либо это если маленький ребенок, у него уже и раздражение появляется, или уже идут просто опасные для жизни потери жидкости, либо людям, взрослым нужно на работу, используются вот такие препараты, лапирамиды, аналог, может, кто-то слышал, и модиум. Они применяются, сначала пьются две таблетки, либо капсулы, и после каждого следующего, в течение следующих двух часов похода в туалет, по одной. Ну, так в течение суток, в районе трех-четырех таблеток допустимо. Ну, это препараты лапирамидогидрохлорид, они являются родственниками наркотических веществ, и фармацевты вот таким вот образом использовали побочные свойства всех наркотиков. Это и после операции у людей тоже, кто переносил операцию с наркозом, им потом нужно заводить кишечник. Ну, и наркоманы имеют свойства с запорами проблемы, это тоже известно. Ну, просто понимать, что этот препарат, этим не нужно увлекаться. Это как скорая помощь, но ни в коем случае не длительный прием, именно вот лапирамид. А сорбенты, сорбенты в минимальной дозе, там, одна треть лечебной дозы используются даже, как, там, некоторые люди любят почистить организм.